В этом видео я хотел бы принести извинения Александру Сиваку за то, что назвал его манипуляционным мошенником в одном из видео «Как начинала татуаж Нечаева». Этот момент мы вырезали, и я готов был, и мой юрист готов был оформить мировую, потому что я был неправ, и использовать слово «мошенник» – это уголовная статья. Естественно, я не мог даже в контексте прибавления «манипуляционный». Сейчас есть постановление суда, по которому мы обязаны выпустить опровержение, и мы бы сделали это и без суда абсолютно, но вот хотелось Александру Галочку, что он выявил в суде, непонятно почему. Потому что тут он как бы нас заставил. То мы сами хотели, а тут он нас заставил. Это не важно. Мы бы сделали это и так. Абсолютно нормально. У видео, там, где я называю его мошенником, оно уже удалено. Я приношу свои официальные извинения Александру за то, что навесил на него этот уголовный эпитет абсолютно незаслуженно. Я этого не имел права делать, и надеюсь, мои извинения будут приняты. Теперь, что касается вообще ситуации, связанной с этим видео и с тем, что Александр Сивак ведет себя крайне неэкологично по отношению к клиентам, он манипулирует, он обманывает, он ведет себя, он не держит обязательства. Это человек, которому я не рекомендую верить, основываясь на опыте взаимодействия, которое было у меня с Леной. Естественно, он никакой не мошенник, пока его вина не доказана, но вести с ним дела я крайне не рекомендую. Александр, надеюсь, это опровержение будет принято в достаточной мере. Если нужно, пожалуйста, у вас есть мой телефон, вы можете написать в контактах, в комментариях. Я спокойно досниму, если вас вдруг что-то не устроило. Есть какие-то комментарии? Да, вы можете, если у вас есть какие-то комментарии, оставить их под этим видео. Как называть человека, который ведет себя нечестно, человека манипуляционного, человека, который склонен к обману, но при этом не переступить уголовный кодекс. Пишите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!